Привет, Виктория. Привет, Виктория. Здравствуйте, Магомедович. Здравствуйте. А мне там Влад Нашарлов, который курирует процесс в марафоне, написал о том, что вы хотели бы поделиться своими первыми впечатлениями о марафоне, да? Да, да, да. Потому что я написала сегодня сообщение, обратную связь. Я читаю чат, все пишут, пишут. Я думаю, как-то стеснялась, потому что я как-то выбивалась из контекста сообщения, но все равно как-то это было бы несправедливо не дать эту обратную связь. Спасибо вам большое. Это вообще достойно похвалы. Спасибо. Ей-богу. И потом стали мне писать уже в личные сообщения, а как, а что, и что я делала, и где я находила задания, какие я задания выполняла. А я не понимаю, о каких заданиях говорят, потому что я делала все то, что делали на марафоне, ровно по видео, да? И вся информация, которая была в чате, вот видеотрансляции, которые были, ну вот женщины там делились своими впечатлениями, да? Наверное, как и я сейчас. Точно так же я вот... Какие приемы применяли? Какие приемы? А вот вы знаете, я скажу вот прямо, вы как сказали, вот сделать как себе удобно, да? Вот не то, что там зарубаться на чем-то. Я вообще, честно скажу, я вообще не зарубалась, не зацикливалась ни на чем, да? Мне вот, я делала шалтай-болтай, лыжи вообще у меня получались своеобразные, потому что они у меня были одновременно в процессе с шалтаем-болтаем. И еще я успевала как-то вот так вот ногами. Но мне реально так было очень удобно. И я даже могу сказать больше, я так делала в детстве. И я с папой так делала. И вы знаете, у меня как психосатр... У меня внутренние мышцы, ну вот соматические, да? Они у меня как-то проснулись, и мне вот реально было, ну, здорово. Мне было здорово, да? И поэтому, и потом у меня... Я вообще занимаюсь рукоделием, ну вот лично, да? Уже много лет. С 2010 года я леплю, ну, лепкой занимаюсь из глины цветы. Потом как-то я подустала, но мне стало неинтересно, и я перешла на игрушки. Я шила, ну, шью игрушки, мягкие игрушки. Ну, вставляю так, ну, по мелочи. Ничего таких-таких, ну, для себя, да? Вы нам пока сейчас покажете. Покажете, конечно. И у меня, конечно, у меня произошел такой творческий криз, да? Ну, как вы творческий человек. Я вот вижу вашу картину, я, между прочим, ее тоже много лет по сне видела давно. Ваш корабль я знаю. Я не буду об этом говорить. Вы сне видели раньше, да? Да, да, да. Ну, интересно. Вот, мне вообще, мне очень часто раньше снились сны, потом как-то они пропали у меня. Ну, вообще как-то, ну, я просто знаю ситуацию, почему это произошло, и меня, в принципе, меня всегда творчество вот вытаскивало, да? Вот в многих ситуациях. Ну, интуитивно, наверное. Я вот больше думаю, уверена в том, что это интуитивно происходило. И вот, проделав вот в марафоне все, что вот вместе со всеми проходило, а я новичок, я вот вообще не знаю, что это такое. В интернете вот увидела, да? У меня уже полгода лежал мастер-класс. Ну, вот было такое желание создать новую куклу. Это вообще совершенно другая техника. Она в новом формате. Для меня нужно было внутри себя с самой собой договориться, чтобы переступить какие-то грани и прийти к этому, ну, вот к этому созданию. Мне было это достаточно сложно. И вот с марафоном, вы представляете, ну, чтобы понимать, мастер-класс это PDF-овский, это бумажный, да? Это даже не видео-мастер-класс, это PDF. И там, ну, достаточно такие, ну, там нужно было разрезать и сделать куклу резать, там, собирать сборку делать. Мне было, ну, вот сложно заниматься, ну, я бы назвала это вандализмом в какой-то степени, да? Чтобы потом пересоздать это все, переделать. И я за два дня, вот в процессе марафонов просто села и это сделала. Но потом я, ну, у нас вся семья, я не связываю это с марафоном никак, абсолютно. У меня вся семья переболела, ну, и я просто держалась, как бы была замыкающая. И мне вот в конце всей истории приснется такой сон. Вот я его описала в сообщении, потом мне пошли вот эти сдавания вопросов, да? Поэтому я для всех вот отвечаю. Это просто был сон. Сон был такого плана. Это был ангар. Я не могу сказать, где это было, какое пространство, земля это была, лес это было, что было темно. Мы учились в ночи летать. А я в детстве летала. Ну, я думаю, что все в детстве летали. Почему-то я думаю, если я это умею, значит, умеют все это делать. Во сне, да, конечно, во сне, да. И такой ангар с своими двумя воротами, вот так вот распахнушными. И все бы летают, летают. И мы вот учимся в этих потоках летать. А внизу стоит у ангара мужчина, ну, лет 40-45, я бы сказала, вот так. И он нам говорит, что мы должны уметь контролировать время, потому что вовремя время, силы, чтобы вернуться обратно в лед. И потоки. А там очень интересные такие потоки. Я там была не одна. Я не то, что там маленькие дети, там взрослые люди были. И многие улетали далеко, ну, вот далеко уходили, улетали далеко. И я задаю вопрос вот этому мужчине внизу, и говорю, а почему они так далеко? А он нам делает замечание. А у меня во сне очень много было почему. Очень много. Я вообще большая почемочка, и мне всегда очень интересно, а почему так, а не так? А давайте попробуем так, а не так. И я говорю, а почему они улетают? И тут я понимаю, что у меня у самой силы, ну, как бы уходит, не хватает. Я понимаю, мне говорит, надо уже возвращаться. И я начинаю возвращаться, меня как пылесосом, ну, начинает затягивать как вот воронку, и я приземляюсь. А он отмечет, как бы, ну, вот, принимал при приземлении, да, чтобы была мягкая посадка, чтобы мы там не падали. И мы в этот момент закрываем, ну, вот я была последней, которая залетела, и закрываем вот этот ангар-дверь. Я говорю, а чего же они, я говорю, а как же так? А как же они? Они же вот улетели. Я говорю, ну, значит, они не из нашей школы. Так это, ну, вообще, вот такой, вы вообще представляете? У меня такой, и вот так вот, ну, легкую такую, значит, они из нашей школы, как бы, поэтому улетели. Он говорит, да, и я в этот момент, меня будет супруг. А он меня будет, и я начинаю, я не могу сказать, что мне во сне было, у меня страха не было, было какое-то раздражение. А раздражение-то было с тем связано, что меня супруг будет. А у меня столько много вопросов, я хотела задать, да, во сне. И я начинаю вот в гневе, причем у меня такого гнева никогда, ну, в жизни, ну, редко такое бывало. Я как чайник кипела. Я вообще, ну, конечно, понимаю вот состояние, что я начинаю махать руками. Ты что-то делаешь? Я только приземлилась. Я только села, только закрыли двери. А ты меня уже будешь. Я не успела задать много вопросов. И он так мне говорит, ты вообще нормально? Я бы, знаете, меня в этот момент, но у меня зашкаливал, наверное, не то, что там 10 градусов, да, вот, мне кажется, 250 градусов вот этих эмоций таких. И тут я понимаю, что вот, а я же смотрела еще в процессе марафона, начала смотреть ваше видео. Я не знаю, откуда я это знаю. Может быть, скорее всего, я в ваших видео или где-то, или в разговорах, вот, которые выкладывали, я узнала эту информацию, что можно трансформировать этот гнев в знака минус, знак плюс. И я вот в этом сонном состоянии я решила это сделать. Молодец. И я так рад. И я вот это рад, вот так вот, и оно так вот получилось, как бы я переформатировала его, и думаю, интересно, а получилось ли? И в этот момент, на вопрос, получилось ли, у меня раздается телефонный звонок по телефону. Вообще в утро. Я вообще не понимаю, кто мог позвонить. Я снимаю трубку, но я сонная. Я, конечно, еще недовольную. И мне говорят, это какой-то оператор, исследовательский центр. Я смотрю, как бывает задавать там вопросы. И я этому оператору отвечаю. Я приземлилась, и я сплю. И повесила трубку. У меня супруг спрашивает, он говорит, ты вообще нормальная? Я говорю, ты знаешь, я просто сегодня летала во сне. Он меня смотрит. Говорит, ну понятно. Но это был просто сон. И как это связывать с марафоном, не связывать с марафоном. Но суть в том, что... Я сейчас объясню. Во-первых, я услышал, правильно ли я понял, что вы над чем-то трудились, творчески там, то ли над куклой, над чем-то, по программе ПДФ, которую вы взяли на класс, и у вас что-то не получалось, не получалось, вы трудились, трудились. Правильно я понимаю? Я не могла подойти к нему вообще. Вот я его прочитать прочитала, да, вот книгу ты читаешь, инструкцию ты читаешь, и ты понимаешь то, что... Ну вот рука, наверное, не поднимается еще заняться этим, да. Вот желание есть. То есть руки не доходили. Да, а руки не доходили, да. То есть вы хотели, у вас было дело предстоящее, вот это вот изучить ППДФ программе. Да, да. В вашем собственном исключительном желании, что-то сделать там, слепить, но руки не доходили, потому что вы все время находили причину, потом, потом, то есть откладывали. А тут вы стали участниками марафона, да? Да. И там что-то вы видели, приемы какие-то, вы начали их делать. По принципу, делай то, что получается, отбрасывай то, что не получается. Вы делали стать лыжник, делали шалтай-балтай, делали эти упражнения, чего и да. Да. И вдруг вы вспоминаете, что вы это и в детстве делали, и инстинктивно. Ну, правильно, потому что мы ничего не придумали, мы просто это осознанно, теперь делаем то, что мы всегда и так делали, то, что нам в жизни и так помогло, с самого детства. Теперь, когда человек делает это осознанно, потом у него вырабатываются навыки, он потом может это делать уже в уме, а потом уже только захотел что-то поменять себе, и у него меняется, уже без упражнения. Но для этого нужно некоторое время тренировать. И вдруг вы замечаете, что у вас то дело, которое вы откладывали, откладывали, в руки не доходило, а вдруг вы взяли и сделали, да? Да, так и было. Ты правильно понял, да? Абсолютно верно, да. Кроме этого, вам приснился сон. Да, я летала. А вы в детстве летали, вы в детстве летали, и вдруг у вас опять открылось это же самое ощущение полетности, правда? Правда. Вот три момента получились, с того момента, как вы вошли в марафон. Да. Три важных события для вас. Вы восстановили детскую способность летать во сне. Да. Вы научаетесь теперь дела, которые откладываете на потом, а вам нужно это сделать, приблизить их и сделать тут же. И я сделала достаточно быстро, вы знаете, вот, ну, два дня, это на самом деле, вот, у меня даже в семье, у меня дочка посмотрела, говорит, мама, говорит, здорово, говорит, как ты быстро это сделала? Говорит, ничего себе. Ну, для меня это тоже было, ну, открытие, удивление, что я не могу сказать, что я вот, ну, пыхтела там, да, вот мне это было очень сложно. Я просто увлеклась и ушла в процесс. И как-то раз, раз, и все произошло. Барьер перешагнули. Да. Я вам что хочу сказать, вот, вы почемучка, вы заметили, что вы почемучка. Да. Я вообще считаю, у меня везде написано, только почемучки становятся великими. Потому что, ну, яй-богу, это не комплимент, это рабочий момент, я с вами делюсь именно своей работой многих-многих лет, десятков лет, я это вычислил, что только почемучки становятся великими. На самом деле, это очень важно. И второе, что 30% людей очень легко входят в это состояние. Они во сне летали этот раз. Они могут в нужный момент просыпаться без будильника. Ну, да. Пробовали такое? Ну, это для меня нормально. Нормально, естественно. И вам кажется, что все так умеют? Правильно, да? Ну, у меня есть такие определенные вещи, когда у меня иногда даже вот супруг говорит, говорит, ты лучше молчи, говорит, потому что тебе кажется, что все это знают, но для меня это очевидно. Да, да. Говорит, а многих ты водишь просто в ступор. Они не понимают. Говорит, ты лучше молчи. Я, ну, лучше молчу. Я, ну, лучше молчу. Я, ну, от меня, привет, потому что он молодец, заметил такую вещь. Что то, что человеку очевидно, ему кажется, что у всех так. А это далеко не у всех так. Далеко не у всех так. Очень многие люди во сне не витают, очень многие люди не могут настроиться на что-то, а тем более они даже не понимают, как это проснуться в нужный момент без будильника. Они всю ночь себя стражат, чтобы не проспать. Но это бывает и у каждого человека, который очень нервничает, потому что может проспать. Но на самом деле у вас есть такая способность. Это 30% людей на три вопроса отвечают положительно. Во сне летал? Летал. Без будильника можешь в нужный момент проснуться? Могу. Третий вопрос. Второе дыхание испытывал в момент бега. Да, вот три вопроса, если человек отвечает да, значит он относится к категории тех 30% людей, которые легко обучаются навыкам саморегуляции. Пускай это будет метод ключ, пускай это будет аутотренинг, пускай это будет альфа-состояние, метод сильвы, медитации, ребефинга. Ну какой бы это ни был метод, эти 30% легко обучаются. Они же являются основным контингентом у Кашпировского, они же являются основным контингентом актеров, которые очень хорошо входят в роль. Да, великие актеры, великие актеры. Джек Николсон во сне ходил. Во сне ходил Джек Николсон. Да, да, да. Знаете, как это интересно? Потому что они легко то, что представляют, они легко в это вживаются. Они легко входят в роль. Или вот эти вот люди, которые летали во сне, испытывали легко, когда они входят в беги, во второе дыхание легко открывалось. Они легко входят в любой образ, в любую роль. И они великие актеры становятся. по чемучке и вот эти вот люди. Так вот, а те некоторые другие, которым это недоступно, они говорят, слушайте, я вашим ключом занимаюсь, ничего не понимаю. Ну, ничего не понимаю. У меня и руки не расходятся, у меня и руки не поднимаются, я и не летаю. Во сне летал? Нет, не летал. Понимаете, в чем дело? У них есть определенный какой-то, ну, где-то в нервной системе какой-то за цикл, и поэтому много лет занимаюсь обучением саморегуляции по методу ключа, а потом пришел к необходимости этим остальным людям, 70% людей, придумать синхрогимнастику, чтобы они снимали зажатости, чтобы делали хлёст руками по спине, чтобы делали лыжника, чтобы делали шалтай-балтай, потом там еще есть легкий танец, упражнения, руки сюда, ноги сюда. Да, да. И подбирали, и подбирали себе по этой схеме свои упражнения. По этому критерию, то, что тебе удобнее, то, что тебе приятнее, то, что тебе легко. Делай любые упражнения, отбрасывай те, которые трудные, которые... Иди по зеленой зоне. И вот многие люди теперь, те, которые не в 30% не входят, а теперь уже и 50%, и 60%, и 70%, уже говорят, слушайте, да, это работает. Работает. Да, конечно. Просто некоторые вещи такие очевидные для многих людей, и они, как вы правильно сказали, а другим-то они не очевидны. Ну, например, мама, мама летает. Она умеет и во сне летать, и наяву, она руки расставит, представить, что это полет, и у нее начинается полет, такое легкое состояние ревитации. А дочка подходит и говорит, мама, научи меня. А мама говорит, ну что там, трудно что ли? Представь, что ты летаешь. А та пытается представить, и ничего не получается. Понимаете, в чем дело? Почему я придумал ключ? Потому что это тот способ, это методика, принцип подбора, путем перебора, по критериям минимального усилия, научить включить воображение, переживать, переживая, и так далее. Почему я придумал? Чтобы это язык, с помощью которого один человек может объяснить другому. Это же когда мама или папа говорит ребенку, да ты летай там, летай. А он говорит, а я не могу. Как это ты не можешь? Может быть, на него он и не может, может быть, он не хочет даже. Да, может и не хочет, но я говорю, если он, допустим, хочет, сам подходит, научи меня. Он говорит, научи меня. А он пытается научить, и не получается, потому что ему кажется, что как это непонятно. Ну, это как человек со слухом, не может понять. Ну, да, получается, что вот я тоже, когда леплю, ищу, все говорят, ты умеешь рисовать. А я не умею рисовать. Для всех многих, для многих это шок. Говорит, как ты не умеешь рисовать, ты такие вещи делаешь. Я говорю, но зато у меня вот дочка, она, самоучка, она рисует, да, и, но ей неинтересно ни шить, ни лепить, хотя я ее не, я не доставляю, я ее в процесс, ну, ввожу, да, показываю, она поможет мне, она мне помогает там создавать, да, но вот сказать, что ее это цепляет, нет, я ее не трогаю. Ей нравится рисовать, да, она рисует, ради бога. Конечно, но потом, давайте, на другом уровне, жизненного опыта, или в другом возрасте, вдруг она опять начнет это рисовать, и с любовью, и потом вдруг она великий художник, это же такое дело, это же такое дело, оно постепенно открывается, причем есть художники, которые рисуют живопись, а есть люди-дальтоники, они вообще не различают цвета, так они, оказывается, графики прекрасные тоже. То есть, вот это чувство гармонии, которое есть у человека, оно может выразиться и в написании стихов, и в написании музыки, и в написании живописи, и в написании графики, то есть, нет такого, где бы человек не был художником. Обязательно, или в танце, или там в статье научной, которую он пил, он везде мастер, он везде художник, если он научается по методу ключ, находить себе состояние творческого вдохновения. Ну да. Да, оно как раз у вас было, когда вы во сне летали, вот это полет, как у вас был, это и было состояние вдохновения, которое включилось во сне, и поэтому было легко летать, вы входили в поток, там и прочее. Вот на этой позитивной ноте я хотел с вами договориться. Давайте мы в следующий раз тоже поговорим немножко. Хорошо. Да, ну через недельку, через недельку примерно встретимся. Я вам очень благодарен, что вы вызвались выйти на видео, потому что... Спасибо, что научили меня, тоже показали, как сделать это. Ну да, но мы еще потом качество улучшим, качество улучшим записи. Дело в том, что я хочу всех в нашей школе через будущего хомо-фатурос активизировать в этом направлении к творчеству, к развитию творческих качеств, и самое главное, чтобы были почемучками, почемучками, и самое главное, умели раскрепощаться, чтобы входить не только в эти 30%, а вообще... Ну конечно, развивать это надо. Да, развиваться. И самое главное, чтобы они не стеснялись задавать вопросы. Потому что... Спасибо вам большое тоже, что вот вы вот такие вот, такой метод хороший, на самом деле. Вот для меня это открытие своего рода, но я серьезно, да, взрослый человек, и для меня я рада, я рада как дитя. Я записалась как раз на ваш новый марафон. Не знаю только зачем, но значит, зачем-то это надо. Вот 17-го числа будет по спортивному... А, да, это по спорту. По спорту, да. Вебинар будет специально. Вебинар будет, да, я уже записалась на него. Тренеров и спортивных психологов. Ну, там будут интересные вещи такие, как рекорды делать, как быстро высыпаться. Вот, 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 вот это в меня тоже, потому что высыпаться быстро и вот по времени вот это. И стрессоустойчивость, конечно, да, потому что художника легко обидеть. мы обидчиваем очень. И самое главное, знаете, я для чего эту школу затеял? Она у меня много лет, эта школа, и там действительно начали люди чувствовать. Самое главное, ведь когда мы друг друга не видим и когда мы не общаемся искренне на каком-то таком человеческом языке, нам всегда вдруг представляется, ну, там, телевидение, там, это, там, чёрт и чёрт, там, вмешивается в нашу голову. И мы иногда забываем, что когда мы выходим на человеческий язык, что мы люди. И самое главное, что мы все как бы вот переживаем, страдаем, людям, что-то у нас не получается. А мы как раз-таки наша школа для того, чтобы люди научились опять-опять вспоминать своё детство, как они летали во сне, как они там что-то добивались успехов, чтобы они могли вспоминать, что они человеки. И чтобы научились находить общий язык друг с другом. Потому что сейчас... А можно я покажу, что я свои работы вам? Обязательно, пожалуйста, просим, покажите. Сейчас покажу. Я подготовила. Это глина, я не знаю, видно или нет. Нет, ну, что вы говорите, неужели это глина? Да, это, это, это в чалке из глины я лепила такой вот глины. Удивительно, удивительно, да. Я не знаю, просто глина отхвечивает цвет. Пожалуйста. Ну, покажись, покажись тоже. Вот Наташа из Беларуси вчера ночью приехала. Да. Наш писатель, мы как раз сейчас уже наконец нашли, нашли сегодня, к нам будет звонить. Здравствуйте. здравствуйте, Наталья. Из издательства АСТ, сегодня там, от которых зависит печать, и мы сейчас ждем этого звонка. А вот игрушки, которые я делаю. Вы какая умница. Ой, посмотри, Наташа. очень хорошая. Это я, посмотри, кошки какие. А из чего это? Из чего этого? А это из плюша. Это такая, эти мягкие игрушечки, они вот все двигаются, лапки. Ну, это я все полностью. Глазки, это я вручную сама разукрашиваю. Ой, какие. Слушайте, ну, я-то мужик, мне все-таки интереснее первое. Первое, покажите, пожалуйста, цветы. Как из глины можно сделать такие цветы? Ну, вот здесь лепесточки тоже это все из глины сделаны. Я просто не знаю, вот отсвечивает, видно, не видно. Ой, как интересно. Как будто он такой, но не подумал бы, что из глины. Не подумал, что из глины. Это такая полимерная глина. Ну, это я 10 лет назад училась, и, ну, сейчас я редко делаю, когда, ну, просто я устала от нее. Ну, такой был момент, когда перенасыщение произошло. А ведь правда мы все творческие, правда же? Мы все творческие, дай нам только волю, правда же? Да. Чтобы наше творчество не тратилось на постоянные нужды бытовые, которые нас так задавливают постоянно там. Да. Как ЖКХ там поднимается, как там еще чего-то, сколько нас прессуют вот этим вот. А мы же все... Я не смотрю телевизор вообще принципиально, уже много лет. Потому что... Я про жизнь, я про жизнь. А про жизнь-то, да, в жизни-то это... Что всю творческую энергию нам приходится на выживание затрачивать, вместо того, чтобы созидать новое, чего раньше никогда не было. Развиваться, да, помогать детям быстрее учиться, расти, развиваться. Ну, хорошо, хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Хорошо, обязательно. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Там есть кнопочка. Наташа, помоги мне, пожалуйста, где там кнопочка, чтобы мы могли это... Наташа, вот у меня мышка просто все время... А вы там кнопочку нажмите?